Здорово, это Шамшурина и поговорим вкратце о той избитой теме, о которой уже сто раз говорили, важна ли внешность при знакомстве с девушками. Итак, когда ты смотришь на красивую девушку на улице, то есть что ты видишь? Не все так просто в плане красоты и в плане внешности. То есть женская красота, это не только лицо, ноги, попа, фигура, одежда, но работает такой принцип, что чем больше женщина для тебя красивая, тем страшнее тебе к ней подходить. То есть этот принцип железно работает у всех, тем страшнее тебе получить отказ от нее. Но чтобы ты понимал, там не только вот эти внешние составляющие, там еще и самое главное в красоте женщины это ее подача. Именно поэтому женщин уверенных в себе, мужчины боятся намного больше, к ним они реже подходят. Что значит подача? Это ее осанка, это ее походка, это ее выражение лица, то есть то, как она себя держит, это стать. Потому что любую самую красивую девушку сгорбить, как-то там заставить некрасиво идти, то есть уровень страха и, соответственно, красоты ее в ваших глазах сильно понизится. Поэтому не все так просто, как я здесь уже сказал. Что такое мужская красота? Здесь тоже не все так однозначно. Это не просто джинсы, майка, там прическа, волосы, в том числе и в носу и что-то еще. То есть это еще и самое главное, твой посыл, невербалика, твои движения, мимика, взгляд и все прочее. Это посыл, который ты транслируешь, мета-сообщение какое-то вот, что от тебя исходит, уверенный ты или не уверенный. И когда ты подходишь к женщинам знакомиться, они в первую очередь обращают внимание даже не настолько, насколько ты одет, а насколько от тебя идет какой-то правильный либо неправильный посыл. Они принимают решение, нравишься ты им или нет, за какие-то доли секунды, основываясь именно на этом. Значит, смотри, для многих мужчин очень удобная отмазка, которая звучит так, что я некрасивый и у меня не такая классная внешка, поэтому я не нравлюсь женщинам. Наверняка и в вашей жизни есть примеры парней, которые далеко не самые красивые, привлекательные, у которых нет проблем с девушками, девушки к ним просто липнут. И у меня из моей практики есть куча примеров моих клиентов, которые далеко не выглядят как идеал, как какой-то там Ален Делон, но одно время проезжая мимо шоколадницы, каждое утро заезжая за кофе. Я видел, например, одного из них, там такой полноватый, лысоватый, какой-то такой немножко несуразный, но он все время приходил туда с разными женщинами на завтрак. То есть и женщины были очень красивыми. Еще раз, для многих из вас вы сами себе подписали какой-то приговор, диагноз, что я некрасивый и поэтому не делайте ничего в сторону женщин. Как удобно, но от этого удобства ваша жизнь лучше не станет. Ученые проводили эксперимент, мне очень понравился этот эксперимент, я видел его на ютубе, когда дверь в торговый центр разделили на две половинки, то есть была половинка для красивых девушек, другая для обычных девушек. И странно было наблюдать, как некоторые девушки, объективно непривлекательные, может быть даже толстоватые, такие и шли, видели, о, для красивых и не задумываясь проходили туда. И были женщины реально красивые, которые останавливались, смотрели, долго думали, в какую же дверь для обычных или для красивых, и после паузы только шли для красивых, либо некоторые из них даже шли в дверь для обычных девушек. Это доказывает тот факт, что красота – это только то, как ты о себе думаешь. Твоя самооценка – это все, что у тебя в башке. И что мы делаем на наших тренингах практика? То есть мы берем участников и по желанию исключительно предлагаем выйти им в центр зала, я вместе с моей командой, иногда мы туда приглашаем девчонок для этого, и также все участники остальные дают обратную связь этому человеку. То есть мы смотрим на то, как он одет, как он причесан, что транслирует его одежда, но также смотрим на его посыл, на его невербалик, и вообще кем бы он нам казался, если бы он к нам подошел, как к женщинам на улице с нами знакомиться. И такая возможность появляется у каждого участника. В чем фишка эксперимента? Если мужчина, слушая обратную связь от всех других присутствующих, думает, ну окей, я так, в принципе, себя и воспринимаю, это ладно, это супер. Но зачастую бывает так, что когда он слышит какие-то вещи, ему это слышать очень неприятно, он думает, что, неужели меня так воспринимают люди? И здесь уже дальше следующий выбор – делать ему с этим что-то, либо не делать. То есть наша задача – подсказать, направить, и самое главное, чтобы ты понимал, если тебе нравятся раздолбайские шмотки, там рваные джинсы, какая-то майка, ни в коем случае никто не рекомендует тебе одеваться в какую-то классику, мы вообще не об этом. А когда ты подходишь к женщине или она видит тебя со стороны, то происходит такая история. Поверь мне, ей нужно буквально несколько секунд, чтобы, глядя на тебя, как ты себя подаешь, ключевое слово – подаешь, не только шмотки, чтобы понять, кем ты работаешь, сколько у тебя денег, интересный ли ты мужчина или нет, востребован ли ты у женщин или нет, нравишься ты им или нет, уверенный ты или неуверенный, общительный или необщительный. Они это выкупают моментально. Так вот, есть такой разбор на тренинге практика, на который ты можешь, конечно же, попасть по ссылке под этим видео. Но суть этого видео в следующем. Я буду проводить зум-разбор для желающих, чтобы я разобрал их по внешности, по посылу и по всем вытекающим из этого последствия. Значит, как это будет происходить? Мы соберемся в зуме, зум позволяет включить видео, и я буду смотреть на тебя лично, общаясь с тобой, давать тебе обратную связь по поводу того, что тебе можно изменить в ту или иную сторону, чтобы твои результаты с женщинами были намного лучше, чем сейчас. Это уникальное мероприятие. Возьму я всего 15 человек, оно стоит небольших денег. Ты можешь успеть забронировать себе место на этом разборе, здесь, под этим видео, и там я лично буду разбирать тебя, как будто бы ты находишься на тренинге практика. Приходи, будет очень круто, полезно, интересно, а главное, результативно. Все, пока!